Все эти химические, там, я не знаю, как их называть, господи, не используем и не знаю. Все наши продукты категория фреш именно потому, что мы используем только натуральные ингредиенты. Мы не используем улучшителей, не используем консервантов, которые продляют жизнь продуктов. Но тем самым борти качество самого продукта и не неся никакой пользы внутри. Другие производители выпускают продукты с длинным сроком годности, а мы выпускаем продукты категории фреш, потому что мы умеем работать с продуктами категории фреш. Это очень легко работать с продуктом с длинным сроком годности. Там нет таких проблем с логистикой, там нет таких проблем с условиями хранениями. То есть это на самом деле намного проще. С фреш работать очень тяжело. Это сложность с логистикой, с температурой хранения. То есть нужно везде добиваться максимальных условий по транспортировке, по условиям хранения, по оборачиваемости этого продукта. То есть это тяжело, и не все умеют с таким продуктом работать. Наверное, Мяснов один из первых вообще начал этим заниматься, и до сих пор очень мало есть наших конкурентов, которые умеют так работать. Артизанского хлеба практически никто не производил. В Москве было несколько небольших пекарен, которые точечно в центре этот хлеб производили и пекли. То есть у нас была задача, чтобы любой человек мог прийти и купить хлеб не из хлебной смеси, а сейчас, я думаю, для кого это не секрет, а в основном хлеб как производят? Покупают готовую смесь, добавляют туда водички, перемешивают, выпекают, вот тебе хлеб. То есть там никакой ферментации, никакой расстойки, то есть там ничего. Либо это заморозка, да, то есть из смесь взяли водички добавили, хлеб сформировали, заморозили, и потом из заморозки только пекут. Да, поэтому он вкусный только тогда, когда горячий. Мы много знаем сетей, где ты приходишь, аромат, горячий, мягкий хлеб, приносишь его домой, и хлеб уже не тот. Он такой резиновый, резиновый булочек. Из уникальных продуктов, которые мы производим на ММХ, это термостатная молочная продукция. И основная его особенность в том, что это уникальный продукт. У нас нет права на ошибку, потому что сквашивание этого продукта происходит прямо в баночке. То есть вы приготовили нормализованную смесь, добавили в нее закваску, смешали и тут же расфасовали по баночкам. А другие производители могут нормализованную смесь смешать с закваской, посмотреть, что у них там получилось, если что-то не получилось поправить, и уже готовый хороший продукт расфасовать по баночкам. У нас такой возможности нет, у нас нет права на ошибку. Соответственно, мы очень четко следим за всеми процессами производства, контролируем температуру, время. За этим процессом следит очень большое количество людей. У нас есть специальная термостатная камера. И если только тряхнуть эту баночку с йогуртом или со сметаной, то можно сбить этот сгусток, и продукт уже не получится. Поэтому мало кто занимается производством такой продукции, и мы в этом смысле уникальны. И то же самое, когда много лет назад мы запускали круассаны, мы не смогли в России сначала найти масло, которое бы подошло для производства круассанов и возили его из-за границы импортное, а потом разработали такое масло на нашем молзаводе, и сейчас мы делаем круассаны из масла также собственного производства. И ни у кого в нашей стране такого масла больше нет. Не то масло, которое потребитель, наш гость намазывает себе на бутерброд, оно немножко имеет другие свойства, и только благодаря такому маслу круассаны получаются с множеством слоев и хрустящей корочкой. Тирамису, когда мы его начали выпускать, самая большая сложность у нас была именно в том, чтобы найти натуральное печенье савоярди. Из этой ситуации мы вышли тем, что просто начали его производить сами. Вообще, я думаю о том, что хлеб, который мы производим, это не тот хлеб, который в прикуску к салату или к супу, который потребители, гости едят, да, а хлеб – это дополнение уже к какому-то блюду, который дополняет, раскрывает тот же самый салат, например, с нашей итальянской лепешкой, предварительно, которую, если погреть на сухой сковородке, она будет горячая, хрустящая, и если с ней же употреблять салат, это абсолютно другое просто блюдо. Они уже друг друга дополняют. Если мы производили чабабаты, это была аутентичная чабабата, если мы производили багеты, это были аутентичные багеты. Кто же сам, расскажем о Эстерхазе тут же. Эстерхазе, также наш бренд-шеф Эльвира привезла рецепты этого торта из Будапешта, она специально ездила, часто ездит, путешествует именно, собирая вот эти аутентичные рецепты, привозя их сюда, домой, и воссоздает их такими, какие они есть, такими, какие они задуманы. Ну, и, конечно же, у нас есть и фантазийные продукты, например, там, розовый бум, да, такой волшебный, розовый, веселый, и очень вкусный, при этом нежный. Можно сказать о том, что, когда действительно был выпуск на кондитерской, где показывали, как замешиваются, например, те же самые эклерные трубочки, тесто для эклерных трубочек, и коллеги нашего бренд-шефа, бывшие коллеги, увидели, что за замес заливается молоко вместо воды, они действительно не поверили, потому что они ей звонили, говорили, это неправда, такого быть и не может, потому что мы даже дома кладем воду, а не молоко, что это слишком дорого, но, с другой стороны, как бы, ну, это истинная правда, естественно, да, и, с другой стороны, именно такую трубочку заварную вот можно добиться именно используя молоко. И таких секретиков у нас очень много на самом деле. Да, они не дешевые, да, это непросто, так же, как и ручной труд. Конечно, всех проще, да, там, стабилизировать сливки или добавить какой-то химии стабилизирующей, там, глицерины, которые увлажняют те же самые, там, я не знаю, печеньки, коржи, еще что-то, но это будет уже не тот продукт, это все лишнее, мы на самом деле все это лишнее отсекаем, отсекаем те же самые улучшители для муки, зачем они нам, если есть закваска, если есть, там, тканевые силоса, в которых мука хранится, наполняется кислородом, а зачем маргарин, когда есть сливочное масло, просто, да, со сливочным маслом, который нам это все сделает, да, зачем улучшители, вкус, все эти химические, там, я не знаю, как их называют, господи, не используем и не знаю, что у нас, что у нас, клубника, например, как это называется, нет, ароматизаторы, зачем, зачем нужны лишние натуральные ароматизаторы, красители, когда есть ягоды, фрукты, натуральное пюре, которые мы можем использовать, которые раскрывают вкус продукта, которые его делают таким, какой он должен быть, на самом деле, мы просто все это отсекаем, то, что не несет ни пользы, ни вкуса, ничего, да, это несет выгоду кому-то, там, кто так производит, да, это удешевляет сам по себе продукт, это упрощает технологию, сокращает время, а время это деньги, всем это известно, но это уже не тот продукт, это не наша концепция, мы как бы придерживаемся в любом случае другого направления для наших покупателей, все самое лучшее, вкусное, эстетически красивое, мы к этому стремимся. Когда мы начинали проект 5 лет назад, мы думали, как сделать готовую еду, ту, которая была бы безопасна, вкусная и которой мы могли бы питаться сами и кормить нашу семью, свои семьи. На рынке готовой еды тогда было очень мало качественной продукции, очень часто это были просто замешанные салаты с кучей майонеза, непонятно какого срока изготовления. Нам же хотелось выпускать продукцию и потреблять ее, чтобы быть точно уверены в качестве продуктов и точно знать, какой срок изготовления у этой продукции. И нам нужен был бренд-шеф, тогда был объявлен, соответственно, конкурс, долго выбирали бренд-шефа, выбрали, и с этим бренд-шефом мы начали разрабатывать нашу линейку. Основная концепция еще нашей фабрики, то, что мы производим доступные блюда, но ресторанного качества. И любой покупатель, который ходит в нашу сеть, он может себе позволить, побаловать себя, купить какое-то блюдо либо в сети, либо заказать на заказ банкетное блюдо, и оно будет по качеству такой же, как если бы человек пошел в ресторан. Тем, что у нас свои производственные площадки, практически все, и мы точно знаем, из чего сделаны наши продукты, потому что мы используем свое молоко, свою сметану, свой греческий йогурт, мясо, которое из наших заводов идет, наши прекрасные чаобаты, булочки для бургеров. Мы точно знаем, что туда положили. Соответственно, многие ингредиенты мы еще также готовим сами, и мы знаем, какие овощи, фрукты, соответственно, что они все свежие. Они только вот утром пришли, соответственно, их переработали, и они пошли уже вечером на стол к потребителю. Мы выбираем продукты из собственных производств, потому что это нам позволяет держать честные цены, быть уверены в качестве продукта и быть гибкими в разработке новых продуктов. Мы ежедневно работаем над разработкой нового ассортимента. Сейчас у нас уже порядка 150 из Каю в ассортименте. Скоро у нас появится новое направление, это паназиатская кухня, которую все очень ждут, потому что мы хотим питаться и томым ямом, и роллами, в которых точно уверена в качестве и в ингредиентах. У нас один из самых сложных продуктов была ремесленная итальянская пицца. Она у нас изначально действительно не получалась. Мы привыкли, что если мы начинаем делать какой-то продукт, то он должен быть просто высочайшего класса. То есть не просто продукт, а именно самый лучший продукт на рынке. И вот самая лучшая пицца итальянская у нас сначала не получалась. Не было у нас достаточно опыта, не было понимания технологии. И этот продукт рождался в течение нескольких лет. И только по истечении нескольких лет, когда мы уже поняли и технологию, и в чем секреты производства итальянской настоящей пиццы, мы смогли его показать нашим гостям. И теперь, в общем-то, нам за него совершенно не стыдно. Это один из лучших продуктов на рынке. Нет, это лучший продукт на рынке. Это идеальное сочетание цены, качества. Это тот продукт, который мы кушаем сами, который мы, повторюсь, кормим своих детей, который мы порекомендуем любым своим друзьям. И я всегда говорю, что за каждый продукт, который произведен в этой компании, я могу голову свою положить и гарантировать, что это будет продукт идеального качества. Понятно, что везде бывают какие-то свои проблемы, сложности, но мы максимально стараемся, чтобы изготавливать продукты высочайшего качества и по самым лучшим современным технологиям, и только из натуральных ингредиентов. И это же классно, когда мама может спокойно, абсолютно спокойно купить своему ребенку в нашей кондитерской любое пирожное. Быть абсолютно уверенной, что у него не будет синего языка от искусственных красителей, не высыпет аллергия или произойдет какие-то еще неприятности. Мы в своих продуктах уверенно стараемся расширять ассортимент, чтобы каждый мог найти для себя то, что ему необходимо. И опять же, Кул Клевер – это про доступность, потому что понятно, что мы не одни производим натуральные продукты. Есть множество небольших компаний, которые производят натуральные продукты. Вопрос в том, что мало кто производит продукты такого же качества, как у нас, в таких масштабах, которых мы производим. То есть мы делаем натуральный продукт доступным каждому. У нас достаточно много магазинов в Москве и в Нижнем Новгороде, что любой желающий, если не может дойти до магазина, он может заказать и получить этот продукт у себя дома. Ему не надо будет для этого ехать на другой конец Москвы или Нижнего Новгорода. У нас на самом деле действительно не индустриальное производство, где стоят машины, аппараты и штампуют те же самые булочки, батоны. Мы при этом при всем делу большой объем продукции, остаемся пекарней, и у нас очень много ручного труда, потому что именно ручной труд позволяет делать те самые натуральные продукты, так как на натуральном сырье очень сложно без ручек что-то сделать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова